Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные и резонансные события. Сегодня говорим о создании военно-морской базы России в Судане и ее значении для мировой политики и экономики. Официальные представители Судана заявили о достижении соглашения на размещение базы материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в порт Судане. Что означает это соглашение в политическом, военном, экономическом аспектах и зачем вообще России база на Красном море? Обсудим на связи со студией военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, здравствуйте. Доброе утро. Вот впервые информация о размещении пункта материально-технического обеспечения ВМФ на Красном море появилась еще в 17-м году. Ну там в силу разных причин эта история откладывалась, теперь о ней можно говорить как о свершившемся факте. Но нам зачем вообще в принципе база на Красном море? Ну дай-то бог давнишней истории. Ну Красное море – это прямая дорога, в общем-то, многих грузов туда, через СССР, в Европу. Разумеется, это стратегический, скажем, район, где работают и находятся флоты, в том числе США, других стран. Ну разумеется, наш флот военный тоже ведь не только занимается делами на Черном море. Вот мы знаем, что из-за Североморска ушел в дальний поход наш фрегат первого ранга от Мелфлота Советского города Горшков, с цирконами, кстати, на борту. Он пошел далеко-далеко, скорее всего, может быть, и через Красное море. Вот такой поход у него уже был, в общем-то, вокруг эвакуатора поход. А теперь дело в том, что сейчас Черноморский флот так или иначе в Черном море заблокирован, Турция не пропускает корабли из Черноморского флота ни в Черное море, ни из Черного моря. А, как известно, главная сила нашей Средиземорской эскадры, которая сейчас существует, это были корабли Черноморского флота. Они и там частично сейчас остались. Так вот, есть и океанский флот, который, в общем-то, уходит сейчас и в Индийский океан, и заходит в Средиземное море на бою службу. И, конечно же, кораблям необходимо остановиться, почистить перышки, перестелить себя в порядок, заправиться, отремонтироваться. Для этого плавомастерские существуют. Пополнить запасы питьевой воды, ну, как положено. Это, в принципе, не база в полном смысле. Это пункт материально-технического обеспечения, как это у нас есть в Тартусе в Сирии. Очень важный момент. И вот долгая история была, договаривались, не договаривались. Сейчас это очень важно. Наверное, против этого, не, наверное, а точно против этого американцы, и же все, что с ними связано, натовская семейка. Но, тем не менее, это необходимо. Необходимо для базирования флота военного, у которого, несмотря ни на что, не просто какие-то прибрежные амбиции, это флот наш океанский, это могут быть и подводные лодки. То есть все это гораздо удешевляет, оказывается, то, что вот можно делать, скажем так, за семь морей или куда-то идти дорогой через Средиземное море. Питер тот же. Вот для этого американцев, кстати, по всему миру находятся и такие пункты базирования, и базы, где они вот такие вещи делают. У нас тоже такие базы были в том регионе в советское время. Мы знаем, что это было и Йемен, и это был Сомали. Я думаю, что там наверняка будет для охраны и подразделения морской пехоты и служба противодиверсионной борьбы обязательно, потому как желающих подпортить нам настроение очень много. Вот с этим все связано. Несмотря ни на какие, скажем так, внешние опасности, и многие могут сказать, зачем это надо, когда у нас и так проблема, когда вот и то, и другое, и трага, и СОО, и СОО, да, так или иначе мы победим, оно закончится. А нам нужно думать о том, чтобы демонстрировать флаг свой в разных районах Мирового океана. Это очевидно, это необходимо, это традиции нашего русского флота. Вот вчера, кстати, отмечали в тюрьмю годовщину, как был принят флаг военно-морской Советского Союза, под которым мне довелось ходить достаточно долго, и который ни разу не был спущен перед врагами Отечества, и только то, что произошло в 1991 году. Андреевский флаг, кстати, были времена, когда мы спускали перед врагом. Ну, давайте об этом сейчас не будем. В ответ на агрессию Израиля против Палестины, еминские хуситы серьезно усложнили судоходство в Красном море. Вот наша база может там способствовать тому, что те суда, которые перевозят российские грузы, они будут как-то защищены? Ну, во-первых, хуситы, если только по великой ошибке, бьются по судам российским, они этим не занимаются. Мы, в общем-то, у них есть понимание России и дружеские чувства к нашей стране. Ну, разумеется, во всяком случае, хуситы воспримут появление нашего пункта базирования, этой базы, как вы называете, благоприятно. Это однозначно. Ну, остальные, остальные игроки, я говорю, прежде всего, конечно, Соединенные Штаты Америки и же с ними, конечно, для них это будет неприятно. Это будет заноза, скажем так, в том районе, причем большая. Ну, а район действительно беспокойный. И в этом беспокойном районе, я думаю, все-таки необходимо присутствовать не только натовцам, и французам, и андричанам, и американцам, но, в принципе, и нашим кораблям. Все должно быть под присмотром. Блумберг отмечает не только военное и политическое значение появления этой базы, но и экономическое. Поскольку мы наращиваем торговлю зерном, мы поставляем, в том числе, и бесплатно в беднейшие страны российское зерно. А Блумберг говорит, что Россия монополизирует рынок, и это, в общем, не очень хорошо. Но с нашей точки зрения, наверное, все наоборот. Ну, я думаю, дело в том, что, кстати, по всему, год будет не особенно урожайным. У нас, в том числе, были и морозы, и так далее. Но это говорят по всему миру. Поэтому, что там Блумберг думает, а есть-то хочется и Блумбергу, и всем остальным. Поэтому, конечно же, зерновозы наши, которые идут в те районы, достаточно бедные, будут под охраной наших военных судов, наших военных кораблей, боевых кораблей, что очень важно. А что касается Африки, разумеется, сейчас в Африке Россия укрепляет свои позиции. Здесь появились государства, которые нам дружественны. Кто-то уходит с остатками колониальной системы, это Франция. И, в общем-то, по этому поводу, в какой-то степени, может срывать злость на нас, часть СВО. Так что здесь работы будет много, и морякам работы хватит. Они не будут просто отсиживаться. Я говорю, они будут восстанавливать силы, восстанавливать боеготовность, и дальше по предназначению используют свои корабли. Ну вот, кстати, по поводу Африки. Наш замминистра иностранных дел Михаил Богданов, когда посещал Судан, он встречался с главой Переходного Суверенного Совета, то есть с официальными лицами Судана. А нас все время обвиняют, что мы в Африке поддерживаем какие-то там экстремистские силы, мятежников и так далее. Не хотят нас пускать в Африку. Сегодня мы там серьезно укрепляемся? Абсолютно серьезно укрепляемся. Мы ушли в свое время, ну, может быть, не по своей воле. Во всяком случае, это было, как уже и говорил президент, геополитическая катастрофа 20 века. Но память о нас осталась, как в Афганистане, на самом деле, вот говорят, были русские, были американцы. Почувствуйте разницу. И вот остались люди, которые учились в Советском Союзе и которые к нам испытывают уже занимающие посты и испытывают нам вполне приютную симпатию. Мы известны, что в Советском Союзе был самым главным участником деколонизации Африки. И это очевидно, появились независимые государства. И кому-то это сейчас не нравится, потому как дешевые ресурсы получать, не платить ничего. Но это, скажем так, основа деятельности таких стран, как та же Франция и Америка. Часто там, конечно, укрепляет свои позиции Китай. Это очевидно. И с этим приходится считаться. Но с Китаем у нас вполне дружественные отношения. А что касательно других направлений, то жизнь показывает. И те деятели, которые на встречу с нашим президентом приезжают, африканский государств многие, уже не первый год. И мы видели представителей африканских государств, в частности, на военно-морском параде в Санкт-Петербурге в прошлом году. Я думаю, и в этом году увидим. То есть с нашей помощью вот вторая волна избавлений от неоколониализма, она продвигается вперед, и это чувствуется сейчас. Поэтому, конечно, нужно не только усилием МИДа, экономическим усилием, но нужно подкреплять и военные мощи, и военно-морской мощи. Несомненно, для этого и будет тоже предназначена вот эта военно-морская база. Василий Алексеевич, а вот по поводу проливов, доктрины Монтрёв, пока специальная военная операция не закончится, Турция не будет нас выпускать? Ну, военные корабли, да, она не выпускает украинские корабли, но, в принципе, кроме этих дронов, которые они применяют, у них там ничего и не осталось. Но она не пускает и корабли НАТО в Чёрное море. В принципе, кроме Турции, кроме Румынии и Болгарии, которые приводят черноморские государства. Они могут заходить, выходить, но там практически-то и флота нет, особенно Болгария, Румыния. Турецкий флот пока держит себя нейтрально. Так вот, вот это проблема. Строятся корабли для черноморского флота, в том числе мы ввели в строй корветт «Меркурий», но он сейчас выполняет задачи в других морях, он не может прийти в Севастополь. Главные поставки кораблей, катеров сейчас на черноморский флот, это на заводах по внутренним рекам, это, вот, кстати, Зеленодольск и так далее, и получаем мы малые ракетные корабли и так далее. Вот такая сейчас ситуация. Она изменится, я думаю, когда закончится специальная военная операция. И я верю и надеюсь нашей победы. Спасибо, Василий Алексеевич. Напомню, у нас на связи был военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!